Это Маланка региона и сегодня я вам расскажу новости из забытых нелегитимной власти уголков нашей страны. Поверьте, проблем там ну очень много. Поехали! Чиновники в Кричеве обманули жителей и присвоили собранные ими деньги. В сентябре в райцентре был объявлен городской субботник, на котором всем участникам предлагали скинуться на проведение дня города. Причем собирали серьезные суммы по 6-10 рублей. Учитывая, что субботники в Беларуси дело добровольное, но отказаться от финансового участия в нем нельзя, то денег должны были собрать немало. Даже если представить, что скинулось на проведение праздника только треть населения Кричева, и все они сдали минимальную из предложенных сумм, все равно получается несколько десятков тысяч долларов. И все бы хорошо, если бы день города, который был запланирован на 25 сентября, не отменили под предлогом плохой эпидемиологической обстановки. Кричевских управленцев не смутило даже то, что с разницей в неделю огромные празднования проходили в Минске и Гомеле, и что массовые мероприятия до сих пор разрешены на большей территории страны. А учитывая, что никаких отчетов по собранным деньгам никто нигде не публиковал, они наверняка уже давно и, скорее всего, крайне удачно освоены. Согласитесь, схема достойная победы в чемпионате мира по мошенничеству. В Щучине в разгар пандемии уволили единственного врача-инфекциониста. Про это рассказали жители городка. Причина увольнения в том, что она осмелилась потребовать обеспечить отделение всем необходимым для борьбы с коронавирусом. А услышав классический ответ про тяжелые времена, недостаток денег и необходимость справляться своими силами, доктор не сдалась и продолжила настаивать на закупке кислорода и средств индивидуальной защиты. Главврач больницы даже не посмотрел на то, что этот специалист спасла сотни жизней, работая в нечеловеческих условиях. При том, что в команде с ней не было профильных врачей, а бороться с эпидемией помогали гинекологи, окулисты и другие более-менее свободные специалисты. Видимо, по мнению местных медицинских функционеров, инфекционистом может стать любой, ведь чтобы прописать трактор, водку и козу, много ума не требуется. Кстати, в Щучинской центральной районной больнице любят принимать крайне своевременные решения. Месяц назад здесь по какой-то причине понизили ночмеда, поставив ее руководить инфекционным отделением, что также сильно удивило и сотрудников, и пациентов больницы. Похоже, что стремление выслужиться при этом максимально не отсвечивая, окончательно победило интеллект и здравый смысл. А учитывая, какая теперь в стране ситуация с коронавирусом, страшно представить, каким последствиям это может привести. В Чичевском районе жители бьют тревогу из-за серьезных проблем с доставкой населению дров и торфабрикета. Вопрос настолько серьезен, что даже местное пропагандистское здание присоединилось к созданию шума вокруг этой ситуации. В списке на получение топлива всего 65 человек. Ничто, если мерить масштабами района. Но, тем не менее, в Будокошелевском филиале Гомель Облтоплива сообщили, что справиться с доставкой дров и брикета всем желающим будет довольно сложно. У предприятий есть всего две грузовые машины и трактор. В день одной единице техники удается сделать только два рейса. Да и загвоздка тут скорее не в транспорте, а в невозможности произвести такие объемы дров. Мы уже рассказывали, что с подобными проблемами столкнулись и в других районах страны. Например, в Гуртопе Ельска честно признались, что станок Колун способен производить всего около 6 кубометров дров в день. Это если он не сломан, и есть работники, которые им управляют, а также распиливают бревна и загружают в машину. Причем везде крепкие хозяйственники винят в возникшей ситуации людей, мол, летом надо было дрова покупать. Вот только почему-то никто не хочет объяснить, почему проблемы появились именно в этом году. Как будто раньше люди не заказывали массового дрова с наступлением холодов, а производительность станка Колуна была намного выше. Получается, что кто-то что-то недоговаривает, а значит и причины наверняка намного серьезнее. В Гомеле капитальный ремонт дома по проспекту Октября 71 закончился мусорными завалами и испорченными стенами. Четыре месяца жители пятиэтажки вынуждены были терпеть постоянный шум, грязь, отсутствие газа, воды и электричества. И эти приключения не закончились даже после ухода нерадивых строителей. Судя по состоянию подъездов и подвалов дома, создается ощущение, что капитальный ремонт тут только планируется. Двери в подъездах не менялись с момента строительства, почтовые ящики и до ремонта не вызывали доверия, а теперь вовсе потеряли возможность выполнять свою функцию. Деревянные дверьки, за которыми прячется проводка, частично выдраны и разломаны, стены покрашены пятнами и далеко не везде. Кто должен наводить порядок в доме и устранять недоработки, непонятно. Ответственные организации упорно спихивают эту задачу друг на друга. Но судя по заявлениям жильцов дома, работает тут вело коммунальное предприятие «Советское». То есть не какой-то там взорвавшийся частник, как государственная организация, которая не беспокоит вопросы поиска клиентов, заработка денег на зарплаты и прочие важные для выживания в белорусском экономическом чуде моменты. А значит, единственное, на что работникам нужно тратить силы и время – контроль качества выполняемых работ. Но, видимо, закрашивание квадратиками политических граффити – единственное, что более-менее хорошо умеют делать коммунальные службы. Хотя и это тоже спорное заявление. Смотрите новости региона в социальных сетях и YouTube Маланке каждый будний день. А если вам есть чем поделиться, пишите в наш чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и живи, Беларусь!